МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По пути героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Медведева прошли ученики школы номер 463. Войну Дмитрий Николаевич встретил уже зрелым человеком. Ему было 42 года, когда 22 июня он написал письмо Сталину и лично его попросил разрешить ему возглавить отряд и отправить его в тыл к противнику. Впоследствии это был отряд Митя. И в 41-м году, осенью 41-го года, они одними из первых перешли линию фронта и начали свою боевую деятельность. Когда мы шли по следам нашего героя, мы узнали, что на нем лежала очень большая ответственность. Им нужно было запутать свои следы, чтобы их не нашли фашисты. Они шли по болотистой местности, по грязи. И несмотря на эти трудности, они справились, и фашисты не смогли до них добраться. На третий день нашей экспедиции мы с одноклассниками пришли на озеро Круглое, рядом с которым находилась партизанская стоянка двух отрядов героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Медведева и Александра Ивановича Виноградова. Когда я стояла около этого озера с ребятами, я представила, каково это было стирать бинты девушкам из этого партизанского отряда в холодной, в воде и во время мороза. А их надо было обязательно стирать по несколько раз. Не было выбора просто. Много лет назад партизаны в этом месте проходили, и так же, как и мы, ставили палатки, собирали дрова для костра, ходили в реку за водой, делали себе чай на костре. И это все делали мы, и этим мы прочувствовали путь нашего героя и путь партизан. Подвиг Дмитрия Николаевича Медведева заключается в первую очередь в том, что он смог блестяще организовать работу партизанских отрядов, нити и победителей. Партизанские отряды пускали под откосы поезда. Например, операция «Ночь перед Рождеством». В ходе этой операции был взорван железнодорожный мост, что надолго парализовало снабжение вермахта. Но они не только подрывали мосты, но и помогали даже местному населению. Они помогали им отбиваться от полицаев и защищали деревни. Дмитрий Николаевич прошел всю войну. После того, как отряд закончил свою боевую деятельность, они перешли через линию фронта и продолжили сражаться с захватчиками в составе Брянского фронта, в конце войны он вместе со всеми встретил победу и дальше продолжил жить. Когда военный путь Дмитрия Николаевича Медведева закончился, он подарил партизанским отрядам жизнь вечную, поделившись воспоминаниями о военном времени на страницах своих книг. По следам этих воспоминаний отправились и московские школьники увидеть места, где принимались сложные решения, где творилась история, пройти свой путь героя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова